Мы сумеем осуществить проект «Идею Узбек-Ота» «Проблему спасения Орала и Приоралья» Меня зовут Шарипов Абиджан Зарипович, я являюсь идеей проекта «Выхода Узбекистана к Каспийскому морю». И пишут о том, что да, это действительно хорошо, да, действительно более 20 лет я на это потратил. Этот фильм вышел в 2008 году. Почему порт называется именно «Узбек-Ота»? Это не так. Проект называется «Узбекистан. Выход к морю». Узбек – это порт называется «Дружба», рабочее название «Дружба». В этом ведут прикаспийские государства прорыть канал от Черного до Каспийского моря. Мне нравится, и критика нравится, и то, что хвалят, как Тарашмадс-Лего, Дуа очень многие делают. Да, люди пишут, лучше трамвайную дорогу построить, железную дорогу. Но какое же она имеет отношение к идее экологии? Великий Казахстан Всевышний только ему позволил вылететь в космос с великим Юрием Гагарином. Ранее я писал письмо Шавкат Миромановичу Берзияеву, что существует такая проблема. Это общая проблема, это может помочь мировое сообщество. Для этого нужно подтягивать экологические деньги, зеленые деньги. Надо объединившись вперед, решать эту проблему. Она решаема. Так как я являюсь автором, инициатором, финансистом, одному очень тяжело плыть на корабле, очень много работы сделал. Объединить и выход к морю, и бетонные реки, и каналы на территорию Узбекистана. Культура обращения с водой. Никому не показывал ни лица, нигде не писал никогда и никому не говорил. Только мой окружение об этом знает. Какой колоссальной работы и нервов этому не стоит. Но эти вопросы и комментарии меня вынудили, и каналы, что надо уже дать интервью. Меня зовут Шарипов Абиджан Зарипович. Я являюсь этого идеей проекта «Выхода Узбекистана к Каспийскому морю». Он составляет в себе несколько частей. То есть это минимизация потери прохождения пути по Амударье и Сырдарье в стоке Аральского моря. Также выхода Узбекистана к морю — это создание канала 200-метрового до устья платы Устюрд до территории Узбекистана и создание международного порта, свободной экономической зоны, который впоследствии будет оплачивать этим налоговым обложением эти заводы, этот бизнес, эта коммерция. Дело в том, что на сегодняшний день это касается нас всех, касается Братского Казахстана, это касается Узбекистана, это касается всех прикаспийских государств. Очень много комментариев о том, что мы сейчас выпьем всю воду из Каспии. Да, Каспий милеет, это так, и это периодически он то поднимается, то опускается. На сегодняшний день ученые говорят о том, что минус 29 ниже уровня Мирового океана. Это большие плюсы. И прикаспийские государства ведут и придут к тому, что нужно что-то будет с этим делом. Никто не позволит обмелению Каспии до критической точки. И об этом ведут прикаспийские государства, прорыт канал от Черного до Каспийского моря. Да, сегодня какие-то экологические или финансовые проблемы. Также пандемия. Суть проекта заключается в чем? Мне очень много пишут комментарии. Большое и огромное спасибо людям за то, что они заинтересованы, ответы, беспокоят. Были негативные, они имеют на это право. Если касается то, что пишут граждане из Казахстана, как же так, казахская земля. Вся, весь канал будет пролегать по братской, суверенной территории нашего родного Казахстана. Многие путают о том, что говорят, что по территории Каракалпаки кто-то пытается соединить моря, океаны. Это не так. Дело в том, что вода, пришедшая по каналу к узбекской территории, она должна быть опреснена. И коллективом выдающихся ученых должны разработаны карты быть в самой очаговой зоне. Также в Республике Узбекистан делаются грандиозные работы по посадке тугайных лесов для предотвращения последствий райской проблемы. Но сегодня это является, если хотите, бутылочным горлышком, где мы с Казахстаном, братским народом, Узбекистаном, можем делать более контролируемые эти выбросы. Идет речь об этом. То есть в Республике Узбекистан обутят все каналы, бетеные, это стоит денег, это может помочь мировое сообщество. Для этого нужно подтягивать экологические деньги, зеленые деньги. Чем это не зеленая программа? Сейчас она актуальна, она в тренде. Мы должны вместе с казахским правительством, с казахскими инициативными группами, с ученым миром, непосредственно с Российской Федерацией. То, что касается Республики Братская, там Казахстан. Канал, порт будет находиться на территории Казахстана. И все отчисления пойдут в бюджет Казахстана. Это позволит увеличить рабочие места в этих регионах Орала, Приорали. То есть вкупе мы великие государства, мы великие страны. Очень много сделали. Великий Казахстан, Всевышний только ему позволил вылететь в космос великим Юрием Гагарином. Это не была территория Европы, или Великобритании, или Запада. Казахстан. С него вылетели. Это определенные мотивы, чтобы мы должны понимать, какие уже великие свершения сделали. Поэтому, еще раз повторюсь, это интервью вызвано тем, что очень много людей мне написали. Я нигде не показываю себя, не говорю свое имя, как мы этим занимаемся. Я всегда на это смотрю. И так же сейчас, если эта идея будет воплощена в жизнь, то это от Всевышнего. Если она не будет, то она так же в Всевышнего. Но у меня она в сердце. Я хочу, чтобы люди подключились. Ученые круги, мировое сообщество. Может, какие-то изменения будут. Но Казахстан должен знать. Если это будет, то все грузы, которые пойдут по логистике, из Китая они зайдут в Узбекистан, Казахстан получает деньги. Выходя из Узбекистана, она опять получает. И порт, и канал. Это рабочие места. Вас не должно беспокоить, как он будет называться. Я не знаю. Но у меня порт рабочий, это дружба. В этом фильме, в этих роликах люди автоматически говорят, порт Узбекистана. Это проект Узбекистана. То есть актуальные проблемы глобального масштаба, касающиеся нашего региона, где проживает. Уже на протяжении десятилетий имеют серьезные заболевания. И отток населения. По сути, мы в Туранской низбенности пяти государств уже имеем сегодня экологических мигрантов, которые будут только увеличиваться. Если в 2008 году я говорил о Арале, то сегодня уже прошло время говорить о фонде не том, что спасения Арала, а о фонде спасения выбросов в атмосферу, которые влияют на померы Тельшанских ребят. Это намного еще серьезнее. Если говорить об общей проекте, то есть не только Узбекистан, выход к морю, не только бетонирование Амударьи и Сырадари в бетон, а также выхода Узбекистана к морю, создание на территории Казахстана или на территории Каракалпакстана, не мне решать, а Узбекистан – один из успешных государств, которые последние 3-4 года под предводительство нашего президента применяем капельное решение. Вот мне очень много, около двух с лишним тысяч поступило комментариев, они разного толка, и они мне нравятся, и критика нравится, и то, что хвалят Тарашмадс-Лего, Дува очень многие делают. Мне это очень приятно. Вот тут пишут, прощай Каспийское море, судьба в Урале повторится. Это не так, это совершенно не так. Не идет речь копать канал по плату СТЮР, это не так. Я уже объяснял, как это будет. Вот тут опять пишут, наполните орал, но об этом тоже в этом проекте идет. Это и входит в серию проектов Узбеката, где внутри мы должны разработать эти все проекты, как мы будем закрепить, откуда будут инвестиции. Вот, допустим, поступил вопрос, комментарий, и очень частый, от наших соседей, от разных людей, пишут, почему порт называется именно Узбеката, это не так. Проект называется Узбекистан, выход к морю, Узбеката. Порт называется, дружба, рабочее название дружбы. Он называется ДОС, это братский порт. Я это не мне решать, но ни в коем случае порт не может называться. Это проект, это внутреннее. Для того, чтобы объединить вокруг этой идеи, это существенная программа. Большое спасибо, что очень многие люди мне благодарны и пишут о том, что да, это действительно хорошо, да, действительно более 20 лет я на это потратил. Этот фильм вышел в 2008 году, в то время, когда уже 100 километров к нам подошла вода из залива Комсомольца в виде болот и топий. Это есть, это существует, мы же не собираемся, нам нужна вода, чтобы покрыть максимально возможно, по мнению ученых, Узбекат Хосреспублики в лице академика Абдулаева, мы вместе сотрудничаем. Ранее я писал письмо Шавкат Миромановичу, Мерзиаеву, что существует такая проблема. Был отклик мгновенный. Письмо было отправлено в Джобурку, конечно, Каракалпакстан. Она была спущена Академией наук. Они приезжали, мы беседовали на эту тему, и они были удовлетворены. Там действительно патриоты в Каракалпаке, эти академики, все ученые. Но как они могут, у них уже нету сил, чтобы найти сотни миллионов долларов для того, чтобы мы заковали Амударью-Свердарью. Да, но и Узбекистан не имеет права на Каспийский водный ресурс. Мы не имеем этого права. Да, мы хотим. Поэтому эта идея заключается объединиться вокруг этой проблемы. Быть в позитиве друг с другом. И ученые в круге, и бизнес-элит в круге, и государственный народ также. Надо идти вперед. Надо объединившись, идти вперед, решать эту проблему. Она решаема. По крайней мере, на первом этапе мы можем ее контролировать, эти выбросы. То есть не только спасение орала, а спасение нашего колодца под названием Тянь-Шани-Памир. В дружбе и в позитиве в преддверии этого Нового года. С 2021 года, с 2022 года, с нового 2022 года. Уже сейчас, но так как я являюсь автором, инициатором, финансистом, одному очень тяжело плыть на корабле. Очень много работы сделано. Но все время где-то есть понимание, где-то вот сейчас это вызвано тем, большой ажиотаж. Я эти годы никому не показывал ни лица, нигде не писал никогда и никому не говорил. Только мой окружение об этом знает. Какой колоссальной работы и нервов этому не стоило. Но эти вопросы и комментарии меня вынудили, и каналы, что надо уже дать интервью. Да, это так. Это реально, это можно. Мы это можем сделать. Мы не имеем права не заниматься этим. Мы просто на это не имеем права перед экологией, перед своими родителями, перед внуками, перед потомством. Мы с казахским народом, с прикаспийскими государствами и Российская Федерация не начнем делать что-то уже полезное. Объединить, объединить и выход к морю, и бетонные реки, и каналы на территорию Узбекистана. Культура обращения с водой, то население, которое мы имеем на территории Туранской низменности. Всем большое спасибо. Я надеюсь, что может кто-то услышит. Ну, я не могу сказать, что это крик души, но получится, получится. Нет. Спасибо большое. Спасибо большое.